щука в июне сегодня мы с вами рассмотрим все особенности июньской рыбалки на щуку обычно первая неделя июня лучше всего подходит для ловли в это время щука еще продолжает хорошо питаться это связано с тем что после нерестовый жор у нее кончился а энергии осталось довольно много приманки на июньского хищника пожалуй самые разнообразные из всего набора за весь год вход пойдут воблеры блесны колебалки и вертушки силикон на джиге спиннинг в июне весьма разнообразен на применяемые приманки останутся пока без дела только поверхностные приманки паперы волкеры солидеры глиссеры щука в июне стоит на вершинах бугров и на верхней части свалов там ее и надо искать если мы выходим на русло то тут как и в апреле самой лучшей приманкой при ловле в заброс будет джиг находим русловый свал и ведем джиговые приманки вдоль верхней бровки руслового свала в этом отличие от весенней ловли щука в июне стоит выше чем она стояла в апреле потому что кормовая рыба сместилась выше и хищник последовал за своими жертвами пройдет совсем немного времени неделя другая и кормовая рыба вся будет в густой траве которая начнет потихоньку заполонять водоемы вот тогда надо будет ловить щуку в траве доставать приманки для поверхностной ловли а пока еще можно ловить щуку на глубине спиннинг в июне теме хорош что позволяет ловить разнообразно использовать самые различные приманки это придает июньской рыбалке особую привлекательность половили щуку на воблеры перешли на вертушки далее половили на колебалки щука в июне начинает выходить на верхние бровки русловых свалов с травой везде на любом подоеме в июне надо искать перепад глубин с травой которая начинает вырастать на верхушке подводного холма или свала вот как раз на границе этой самой травы стоит щука в июне подкарауливая неосторожных платвичек и карасиков в это время в этом месте отлично работают все приманки имитирующий добычу хороших размеров широкие колебалки большие вертушки и брусковатые воблеры щука в июне питается крупной рыбой и приманки на щуку работают крупные если говорить про водоемы с течением реки и протоки то щука в июне скапливается на слияниях проток на местах с обратным течением на участках с окорягами и валунами на самых кончиках травяных языков протянувшихся от берега как раз в таких местах мель начинает свой переход в глубину и как раз здесь стоит хищник которого можно соблазнить спиннинговой приманкой ловля щуки в июне на 80 процентов времени состоит из поиска на 10 процентов состоит из подбора приманок под хищника и на 10 процентов состоит из экспериментов по подаче и анимированию приманки получается что ловля щуки в июне это больше поиск нежели собственно ловля что касается озер залива в больших водохранилищ прудов с малым водотоком то щука в июне выходят из самых глубоких мест стоячих водоемов и подходят на границу мелкой и глубокой воды именно в июне щука в прудах и озерах начинает брать прямо с берега не отдам бы или из-под крутого берега а самых обычных мест если вы в состоянии докинуть приманку до перепада на глубину с 2 до 4 5 метров то именно эти места станут местами поимки ваших трофеев ловля щуки в июне на малых водоемах если брать в расчет небольшие водоемы мелкие речки прудики на заболоченных территориях то щука в июне все равно продолжает стоять на самых глубоких местах в этих водах для малых водоемов глубина в 2-3 метра это уже самые глубокие места на малых водоемах щука держится у дна и там отлично ловится на микроджек именно в этих местах спиннинг в июне будет самым добычливым пусть щука в таких водоемах не вырастает до трофейных размеров однако сама специфика водоема делает ловлю на них очень азартной используйте ультралайт приманки и вы увидите что спиннинг в июне на малом водоеме может поспорить по эмоциям с ловли трофейного хищника на волжских и ляпских просторах в ноябре в заключение хотелось бы добавить что чем крупнее щука тем сильнее она рассредоточена по водоему если вам попался экземпляр более килограмма скорее всего щук здесь больше нет и надо сменить место как видите ничего сложного в ловле щуки в июне нет главное постоянно практиковаться и вскоре вы будете безошибочно выбирать место ловли и будете знать наверняка где стоит этот хищник кстати я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой если ты рыбак не ленись зайди в описании под видео уверен ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки ну а Субтитры создавал DimaTorzok